Тимьян – что это такое? Тимьян – древнегреческое название полукустовых растений. Относится к зеленым культурам – многолетним полукустарникам. Это цветковое двудольное яснотковое семейство. Растения получили свое название в 1753 году. Тимьян – греческое «тимаяма», означает храбрость и жизненную энергию, практиковался в смазывании груди перед боями и в храмах для благовоний. Различают несколько видов тимьяна, их всего 10 – чебрец, богородская трава, лимонный душок, чебарка, фемиамник, мухопал, жадобник, верест, боровой перец, лебюшка на территории российской Федерации ближайших государств растет около 170 видов тимьяна. Места его произрастания различны от лесных опушек и каменистых склонов до песчаных степей и почвы тундры. Тимьян произрастает в виде низких кустарников высотой до 40 см. Лежачими или восходящими стеблями имеет стержневой корень. Листья неравномерные по жесткости и форменному размеру. Цветы собираются в соцвете. Тимьян имеет плод в виде коробочки с четырьмя орешками шаровидной формы. Цветет в июне, плоды созревают в первом осеннем месяце, плоды длиной до 1 см. Растения широко используются в медицинских целях, кулинарных приготовлениях, косметических процедурах, ландшафтном дизайне. Кусты с красивыми и ароматными цветками наилучшим способом оформляют участок и просты в уходе. Их полезные свойства часто используются в профилактике заболеваний и повышению защитных сил организма человека. Чебрец. Что это такое? Самые распространенные виды тимьяна – обыкновенный ползучий чебрец. Второй бывает кустовым растением, а также поднятым кверху побегами. Имеет несколько разновидностей. Это маленький, довольно прихотливый, в уходе, кустарник, имеющий тонкие веточки, устилающими землю. Происходит с Древнего Рима, с тех самых по считается растением, обладающим волшебными магическими свойствами. Применялся для украшения храмов. Чебрец. Считается отличным лекарственным средством широкого предназначения, которое лечит от кашля, нервного напряжения, а также заживляет раны. Чебрец имеет несколько сотен различных видов. В основном, все типы похожи друг на друга – это полукустарники, с обильными цветами, ярким невероятным ароматом и стеблями, которые разрастаются по земле. Чебрец растет длиной до полуметра. Цветы различаются своей гаммой от светло-белого до ярко-розовых и лиловых бутонов, цветер с мая по сентябрь. Благодаря химическим исследованиям установлено, что чебрец содержит много витаминов в различных группах органических веществ. Следовательно, такая трава является одним из самых известных и популярных разновидностей тимьяна. Тимьяна-чебрец – это одно и то же растение. На основании вышесказанного, смело можно сказать, что тимьяна-чебрец – одно и то же растение. Однако имеются некоторые нюансы, что позволяют различать данные виды. Так, тимьян имеет огромное количество разновидностей, один из них – тимьян-ползучий – это и есть чебрец. Характеристики растений практически одинаковые, однако внешние различия имеются. В чем разница между тимьяном и чебрецом? Несмотря на некоторые различия во внешнем виде и принадлежности к одному и тому же виду растения, понятие «тимьян» и «чебрец» могут быстро запутать начинающего садовода. В чем между ними разница? Имеются основные различия, которые заключаются в следующем. Корни чебреца шире и крупнее. Стебли громоздкие у тимьяна гораздо нежнее, меньше и тоньше. В отличие от чебреца, тимьян довольно непривередливый к области произрастания. Чебрец растет на таминистых и степных почвах, практически иногда на лесных полянах. Соцветия тимьяна гораздо более пышные и яркие, нежели цветы чебреца. Следует отметить, что свойства данного вида растений на организм человека практически одинаковы, различия кроются лишь во внешнем виде. Ниже еще больше полезной информации. Читайте далее. Применение чебреца и тимьяна. Листья, веточки и стебель тимьяна и его подвида, чебреца, широко применяются в нескольких направлениях. В кулинарии данное растение употребляют в качестве специй для рыбных и мясных блюд, придавая неповторимый аромат, способствующий поднятию аппетита. Зачастую используют при приготовлении сыра и соленого творога. Чудесно сочетается эта трава с первыми блюдами и салатами используется в консервации. Часто используют при заваривании и приготовлении чая. Дым тимьяна обладает антибактериальным воздействием. В медицине тимьян используют для приготовления мази и кремов, а также при изготовлении некоторых лекарств, таких как бронхикум, стоптус син, бронхиол и другие. В аптеках тимьяна или чебрец можно приобрести в виде эфирного масла или сухого экстракта чая. Широко применение тимьяна в косметологии. Благодаря большому количеству содержащихся эфирных масел способствует восстановлению кожного покрова, улучшению состояния волос и ногтей. Своим оригинальным и элегантным видом кусты тимьяна могут украсить дизайн любого садового участка. Полезные свойства тимьяна и чебреца. Тимьян, также как и чебрец, содержит много витаминов различных групп, бета-кератин и фолиевую кислоту. Имеет огромное количество полезных веществ. Обладает антибактериальными и ранозаживляющими свойствами. Оказывает благотворное воздействие на органы дыхания при лечении кашля, бронхита, астмы и коклюша. Помогает значительно укрепить иммунитет. Оказывает лечебное свойство при лечении женских заболеваний и мочеполовых патологий у мужчин. Обладает отличным успокаивающим свойством, благотворно влияющим на нервную систему человека и в целом оказывает хорошее воздействие на организм. Хорошо помогает ванной с добавлением настоя тимьяна для лечения суставов и болей в мышцах. Регулярное употребление этой травы повышает артериальное давление, способствует снижению стресса, повышению тонуса, улучшению настроения. Способствует здоровому сну. Широко применяют для стабилизации организма при вредных привычках или при отказе от них. Тимьян и чабрец при беременности Тимьян и его вид ползучий чабрец при беременности уменьшает токсикоз, избавляет от сонливости, а в первом триместре укрепляет иммунитет. И способствует укреплению женского организма. Однако обязательно нужно знать и учитывать противопоказания данного растения, ведь иногда данная трава при индивидуальных особенностях организма может принести вред. Если противопоказаний не имеется, то будущим мамам рекомендован чай с тимьяном, который способствует профилактике от простуды, стабилизации, работы легких и дыхательной системы, укреплению организма будущей мамы и ее ребенка. При развитии ребенка организм женщины ослабевает, становится уязвимым и хрупким, особенно перед началом холодного периода времени и сезонных заболеваний. Стоит знать, чай с чабрецом является безопасным средством профилактики простуды и ее лечения. Данная трава при беременности помогает снизить отеки, увеличить работоспособность и повысить давление. Прекрасно подходит к гипотоникам, помогает бороться с тошнотой и жовы, отлично справляется с кашлем и болью в горле при простудных и инфекционных заболеваниях, значительно увеличивает сопротивляемость организма. На втором и третьем триместрах беременности, когда плод сформирован, также следует учитывать, что тимьян способен вызвать резкий скачок давления, которое оказывает огромное воздействие на почки. Постоянное увлечение употреблением чая с чабрецом способно вызвать вышеуказанные и другие проблемы. Поэтому важно согласовывать употребление травы с наблюдающим гинекологом. Разовое употребление чая с чабрецом вреда не принесет. Чабрец и тимьян – противопоказания. Тимьян и чабрец – это растения, которые считаются очень аллергенными. Чрезмерное употребление такой травы может привести к появлению аллергической реакции и длительному лечению. Осторожное применение тимьяна должно быть при беременности. Исключено его употребление в любом виде при язве желудка или кишечника, атеросклерозе. Осторожно используют при болезнях почек печени и нарушениях сердечной деятельности. Частые запоры и дисфункция щитовидной железы также являются противопоказанием для употребления этих трав. Чабрец противопоказан маленьким детям. Видео – часть чабрецом. Полезные свойства и противопоказания. Прочитайте по теме.